Мария Даниловна в прошлом сержант противовоздушной обороны. Зенитчица, она принимала участие в освобождении от захватчиков советской Украины, где во время артобстрела получила осколочное ранение в голову. Потом были госпиталь, инвалидность старой группы, демобилизация. Прийти в больницу самостоятельно женщина уже не может, поэтому медосмотр на дому для ветерана – насущная необходимость. У меня спрашивают, какое у вас давление, какое давление. Приезжают сразу, приезжают с аппаратом в любое время и ночью. В год памяти и славы особое внимание необходимо уделить подготовке к юбилею Великой Победы и заботе о ветеранах. Это в своем послании Федеральному собранию подчеркнул президент России Владимир Путин. В поручении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе организована работа по проведению медосмотра каждого ветерана на дому. На сегодня медики проверили состояние порядка ста ветеранов, среди которых и Мария Даниловна. Мы пытаемся уже сегодня дойти до каждого ветерана, и наша в этом состоит задача – дойти до каждого ветерана, именно комплексно предоставить медицинскую помощь и в виде осмотра всех специалистов, и в виде клиника диагностической помощи на дому. Осмотр на месте проводят целые бригады специалистов – невролог, кардиолог, хирург, уролог и офтальмолог. Но особая роль в этой важной работе у участкового врача, который составляет списки ветеранов, проживающих на закрепленной за ним территории. Мария Даниловна у нас почти ежегодно была на лечении стационарным, но в последнее время связи, то, что она ходит с отруднением, облатор мы наблюдаем постоянно. Специалистам 9-й поликлиники, что в Октябрьском районе, областного центра предстоит осмотреть не менее 400 ветеранов, прикрепленных к медучреждению. Оксана Шкаева, Владислав Жирнов, Дмитрий Алатарцев. Новости губернии.